меня уже представили в нашей компании именно я занимаюсь вопросами связанному компьютерному моделированию технологических процессов и сегодня а мы как раз смотрим один из пакетов в этой области а именно пакет simu pack travel пин который посвящен компьютерного моделирования процессов варки наша компания занимается различными управления в обык инженерного анализа и есть в нашей компании несколько подразделений реализируется более конкретным темы подразделение симу факт назвать как симуляции компьютерное моделирование как раз производство процесс это процессы омд обработки металлов до процесса сварки подруги процессы термообработки необходимые мд прислать и вот новое направление соответственно если посмотреть глобально на вот такую вот ему здесь вы видите различные области применения компьютерных технологий начиная от проектировать с материалами конечно композиционными моделирование на уровне деталей вот программное обеспечение работы с сборками это в первую очередь подразумевается создание связи в виде сварки например а либо виде заклепочных соединений и производства пакета достаточно давно известны на рынке пакет симу фактор более 20 лет назад был разработан разработчики находятся в германии в гамбурге и ясно связаны как немецкой промышленностью так из немецкой лучшей школы поэтому в пакетах оперативно воплощается временные методы алгоритмы подходы решение несколько позже пакет симпарт велдинг для компьютерного моделирования различных по заказу немецких автомобильных компаний всех было создано такое приложение через некоторое время несколько лет она стала доступна для всех пользователей пакет симу фактор не позволяет моделировать процессы угловой сварки сварки электро-почевой сварки а также точечной пайки термообработки и наплавки очень интересное направление современное создание больших корпусных деталей сейчас тоже очень активно развивает позишен это тоже некотором роде аддитивный а вот в базе всех пакетов наш конечно марк его специализированная версия один из пакетов на рынке для компьютерного моделирования сколько нелинейных процесс процессы омд сварки достаточно сложная физика большие пластичные учения связанные задачи все это требует специального мощного подхода для решения задач марк эти все возможности предоставляет но там по себе пакет достаточно сложные для своей поэтому на основе решателя марка была сделана такая графическая оболочка очень простая и легкая в использовании вебинара я вам покажу большой практический примере вы увидите что это очень очень легко и просто вот это вот сложный функционал марка был обернут такую простую легкую использование легкого и не оболочку который позволяет и общая цель использование вообще программа обеспечения состоит в том чтобы скатить количество того чтобы отрабатывать магический процесс железе занимает очень много времени на этот будет много усилий средств рабочего времени энергии и так далее большая часть этих испытаний можно провести виртуально компьютере проще быстрее и эффективнее из компьютерного моделирования можно получить гораздо гораздо больше объема форма при определенном опаде позволят технологический процесс более эффективно если вернуться к всему факт валдинг это моделирование различных парочных процессы сложные и возникают при сварке ряд вопросов надо чтобы процесс сварки был очень много здесь перемен режима сварки энергия который мы используем работа бежа прижимов зажимов а и так далее и так далее и поскольку сваривают чаще всего тонкостенная конструкция то мы большая проблема при сварке это корабление обление тонкостенных конструкций из-за больших температурных деформаций также нас могут интересовать и остаточное напряжение и деформации которые в дальнейшем влияют на работу конструкции этой сваренной детали в составе изделия в целом пример естественно вот эти остаточное напряжение очень сильно влияют на долговечность жая значительно количество циклов нагружения которое это деталь может это тоже все можно моделировать и увидеть степень интересует нас зону термо влияние зона там где производят расплавление из-за переводения металла и в этих зонах у нас фазовые переходы и различные фазы металла имеют различные свойства механические тепловые что также влияет на поведение детали кроме этого мы можем посмотреть на про горячих холодные трещины в процессе сварки так и по окончании сварки можем посмотреть варивается или не свариваться как сваривать информация легко вытаскивается из результатов выглядит он достаточно просто вот вы видите здесь сварка вертикальных платы приваривает по бокам стоит и сверху прижимы или муситом преживающим процессе сварки видите вот 6 шоу является количество сварочных роботов которые одновременно действуют любым 1210 скука хотите также кстати работать для того чтобы разработать более эффективным по схему до последовать данных сварных шов который обеспечивает нам минимальное корабление здесь вот на анимации показано погреблением масштабе есть одного чтобы лучше мы видим наиболее опасной зоны естественно решать задачу сварки без учета обмена тепла невозможно ну факт велбин очень аккуратно считает теплообмен и в том числе и обмен деталей наших инструмент здесь учитываем и источники тепла и конвективный теплообмен в обмен вконтакте и теплопроводность и обмена все тепловые условия ставятся в дополнение к механическим и таким образом уже решается задача и надо сказать что вам задача моделирование сварки решается не быстро это десятки минут даже часы расчет тем не менее результатом расчета мы можем получить объем информации который крепеж который используется в процессе сварки мы можем добавлять процесс убирать процесс сварки в любое необходимое время допустим привели сварку какое-то время крепеж стоит потом крепеж убрали далее продолжает остывать образом пользователи могут управлять добавлять и убирать процессе от сварки бомбе мы можем сварочными робот я их выключаю любой момент времени задавая нужную пас компьютерное моделирование процессов сварки зависит от правильности задания источников поскольку мы моделируем конструкцию окружающей среды не моделируем то энергия которая поступает от сварочного аппарата должна быть как-то перед системе деталям которые мы спали всему факт валдинге используется объемный источник и энергии это выделяется сварочные ванны личные ванны имеет различные формы три способа задания этих источников петла видите на слайде это традиционный так называемый предназначен для моделирования всех видов дуговой спар модель называется двойного полуэллипсоида или 3d также иногда гаусс объемная модель ее называют действовать в том что ванна представляет из себя сумму двух полуэллипсоидов движение сварочного аппарата вот в правой части нижней картинки вы видите полуэллипсоид поменьше размером в обратную сторону чуть побольше очевидным образом видно что традиционный вид сварочной ванны именно она на практике зеленый коневой нарисована гаусса деления с максимум энергии выделяется центре краям энергии уменьшает пользователь может регулировать это распределение от чисто гауссовского до полуэллипсоидами стандартную второй тип источника тепла предназначен для моделирования лазерной электронного чего из это так называемый цилиндрический источник тепла это на самом деле это не цилиндр а конус вы можете задавать конусность ну и по сравнению с предыдущим источником естественно пятно варочное пятно здесь гораздо меньше педиаметра но глубже также для этой модели часть энергии может выделяться на поверхность черная окружность нарисована опять там допустим процентов энергии заданное количество выделяется на поверхность из-за рассеивания лазера в газовой среде в дополнение к цилиндру выделяется основная и вы можете задавать гибридную сварку комбинируя различные источники тепла по одному тому же место вы можете проводить разными источниками тепла например традиционным источником тепла разогреть можно детали а уже потом вторым проходом лазерной сваркой сварить никаких проблем то есть по одной и той же траектории движения можно проводить как одинаковыми источники так и разных последней версии симфаркнул один 2020 добавлена возможность одновременно задания двух источников а в одном это можно было и раньше сделать два источника тепла просто надо было две формы заполнять сейчас это облегчено задание вот это важный момент для сварки это калибровка сварки ряд параметров мы знаем точно например тока или напряжения хотя конечно значение точно далеко может отклоняться от заду более неясный момент это кпд то есть количество энергии который идет на расплав металла поэтому чтобы получать более точные результаты моделирования латином вести калибровку подобрав это значение кпд так чтобы результаты расчета совпадали с результатами центре вы видите картинку это средь шлифт металла и видно если приняться в нижней части зона термо влияния зона расплава и красная синим и желтым цветом это результаты моделирования наложен нашли видим что здесь как раз получили хорошее совпадение варьируя кпд процесса мы должны добиться вот совпадение результатов элемента и компьютерного моделирования таким образом откалибровав наш источник 3 у нас возможность это точная сварка точно ли контактная сварка требует решения уже задачи в трех связан необходимо решать задачу теплопрочность плюс еще электричество здесь энергия выделяется вместе наибольшего электричество сопротивление протекание электрического тока наибольшие сопротивление это вместе контакта деталей а также вместе контакта электрода и детали соответственно каждая точка решается за несколько этапов и эти этапы честно моделируются пакет то есть мы подводим электроды пластином прижимаем верхний электрод нижнему с определенным усилием включаем электрический ток происходит расплавление металла потом выключается электрический ток потом снимается сила и отводится все эти этапы моделируются пакетом для каждой при необходимости можно еще на проводить учет сменный фаз так называемые когда уже эта задача решается в четырех связанных получается металлургия электричество тепло прочь если такие задачи решаются дольше потому что задача нелинейные получает итерация операции внутри гитрации и 4 поэтому для ускорения таких расчетов помимо полных методов честно методов всему факт велдинге есть и ускоренные упрощенные подходы понятно что если мы считаем быстрее отбрасываем получаем менее точно здесь выбор за вами или более долгие но более точные методы либо менее точные но гораздо более быстро это метод термоциклов и другими они даст шеренка шеренка метод усадки метод шок полное решатели тогда возвращаясь к сварке мы здесь можем вот эти упрощенные методы можем задавать постоянно ли температурную зависимость проводимость электричество имеется ввиду что же все вычисления могут параллелиться касается не только точно сварки тоже также вы можете использовать электроды как стандартные библиотеки или же вы можете использовать электроды произвольной формы 3d геометрию также можно учитывать покрытия различные 16 различных базе золото серебро платина алюминий и так далее доступную два типа кинемати движение это цыган то есть поступательное движение и движение по радиусу по результатам сварки вы получаете ротова напряжение деформации перемещения и все это можно визуализировать видеоанимация графика и на правом визуализации температуры в процессе сварки в левом верхнем углу это перемещение а снизу это сварочный монитор то есть у нас чем не идет по шву и отображается в том таком виде позволяет более детально смотреть результаты какой бы он сложной формы один из примеров моделирование процесса точечной сварки розовым цветом эта деталь синим это крепеж справа показаны параметр и ток напряжение и цель стояла оптимизировать результаты моделирования вы увидите качестве примера анимации температуры процентов напряжения и кораблей результатом этого моделирования были удалены три башни вот они крестиками слева показаны общий вес системы изделия клуб крепеж был уменьшен 10-11 мы уменьшили вес крепежа на 25 процентов и при этом корабление самое главное уменьшили на 70 процентов пример его использование следующий пример это многопроходная сварка также доступно любое количество проходов 1 2 5 10 можно просчитать наплавка например сварки в новой версии симпатром 2020 делаем специальный интерфейс для более эффективной работы именно сна план вы можете эффективно моделировать создание габаритных деталей и например можно сейчас партирует g-код для того чтобы проще создавать движение сварочной головы сдавая в ручную а импортирует важный момент симпатом где-то учет минус вас материал необходимости вы можете задействовать аппарат математика вся эта есть и эта математика позволяет вам получать зависимости от процесса вы получаете разных фазовый состав материала разных зонах и также поскольку каждая позвинить свои механические тепловые свойства получаете разные учет смена фаза в общем достаточно большой вклад просит поведение конструкции десятки процентов информации зависит смена фаз материала также можно комбинировать процессы сварки и процессы обработки давлением или нагружение в самом симпат в элдинге есть возможность двигать силами или перемещать репеш позволяет например решать задача на жене антера бросали он то здесь показано точный здесь допустим первым этапом проводим моделирование сварки двух пластин а дальше будем изгиб изгиба и смотрим у нас распределяется напряжение деформации понятно и больше пластички деформации это зоне сварного шва это видно вообще симу факт велдинг можно комбинировать таким образом строят цепочки производства процессов допустим берем две детали от штамповали и и форму там с обратным мнением слагу информациями передаем симпат велдинг где проводим моделирование процесса свар потом первые стали наоборот допустим две детали сварения потом отдали и можно таким образом учитывать историю создания естественно эту историю можно передавать в обычную пакет анализа прочности твои вот это остаточное движение в работоспособности детали и или же например в анализе усталость конечно первый вопрос когда пользователи берут новый пакет это касающийся точность поэтому большинство пользователей всегда проводит свои тест какие-то то есть сравнивают результаты стандартного теста двухпроходная сварка толстых пластин все параметры здесь показано размера скорость результатов проверялась угловые деформации мы видим замерено смоделировано 032 очень хорошее совпадение результатов здесь более сложный пример это ауди проводил здесь смотрелось смотрели на учет влияние жесткости крепежа сначала на сварочную ванну на сварочную ванну и температуру точках они замеряли точки и видим форму сварочную ванну здесь достаточно сможет включая распределение хорошее получилось падение еще один пример от ауди здесь моделировалась учет влияние жесткости крепежа сначала смотрели что будет если абсолютно жесткий без возможностей каких-то перемещений это риджит клан как видим перемещение порядка 8 миллиметров 2 вариант смотрели что будет если возможность помещаться не абсолютно жестко в какой-то конечно это нижней части слайда здесь же естественно перемещение гораздо меньше 4 3 миллиметра получили и насчитанные перемещения сравнивалось с экспериментом и выводку необходимой жесткости системы критежа который обеспечивает зараблением завершение пример многостадийного процесса это крышборг автомобиля деталь достаточно сложной формы совершенно разная конфигурация деталь должна воспринимать на себя если промоделировать историю создания этой детали не останутся остаточное напряжение который будет влиять на работоспособность видим первая стадия это прокатка половинка профиля прокатывается сейчас таким же образом 2 план прокатывается и вторым этапом они сваривают мы промоделировали процесс прокатки получили остаточное напряжение передали сварку промоделировали сварку получили опять остатки посмотреть на работоспособность без учета видим принципиальную разницу таким образом если брать и учитывать создание деталей работает не так как самым учетом история нагружения получается более реального потому что он видел это будет важность учета все есть и основная особенность симфаркт велдинг единый графический интерфейс как я говорю уже очень очень простой технология драк-н-драк виндуса перетаскиваются картируются перемещается легко управлять сварочными роботами включая выключаем работу и тяжелым или на результатов доступны поле можно смотреть результатов прямо в кратность еще считает ружи может смотреть позволяет просто отображать в огонь швам плюс ускоренный которые в разы десятки раз могут ускорять расчет и важно это база данных материалов который поставляется вместе с 700 материалов титан алюминий и более а также есть возможность подстраивать свойства вот ваша давай коэффициенты редактируя существующими использование пакетов симуфарк плали задача минимизации напряжений позволяет определить оптимальную последовательность парочка операция разработать наилучшие тации получить окончательную форму изделий с высокой точностью посмотреть на структуру материала в уплощенной зону прогнозировать последствия воздействия на материал деталей можно провести также оценку прочности сварного соединения можно примоделировать всю технологическую начиная от заготовки звуками изделия используется трехмерный подход что позволяет получить высокую площадь и интерфейс пакета он предназначен для технологов и терминологии парализация вычислений сарап валяя и вот снизу еще показано это процесс про сварку я рассказывал про штамповку в виде горячих холодная листовая заклепки облака раз как колец варху давлением кстати еще одно направление тоже возможность и по отзывам пользователям использует навыки всему парк у валяется и проектирование и при производстве и улучшать качество меня с лекционной частью давайте я сейчас покажу как это работает просто будет меньше вопросов больше понимали